Рассказывай, что такое Up in the Air? Up in the Air – это приложение, которое позволяет тебе все, что ты хочешь во время полета делать, о чем беспокоишься, решить все проблемы, которые с тобой могут быть. Есть три ключевые функции. Первая – это flight tracking, то есть ты знаешь обо всех изменениях рейса, гейт, терминал вылета, задержка, тебе прямо на телефон придет вся эта информация. Есть куча таких приложений, да? На самом деле, да, есть три очень знаменитых – наша, flight track и flight plus. Чем вы лучше? Мы сильно спозиционировались социалом, то есть у нас очень сильный социальный компонент. Вот помимо flight tracking есть две суперфункции. Первая – это советы по аэропортам. Например, ты прилетаешь в новый город, ничего не знаешь, как добраться до города, ну да, центра города. Соответственно, смотришь советы как от других пользователей, так и можешь сам другим что-то. Форсквер не решает это? Форсквер он слишком широк, и в форсквер ты не можешь, как у нас, например, по категориям. Например, тебя интересует только транспорт, то есть как добраться. Форсквер, во-первых, это будет большая пелена типсов, половина из них будет в стиле… Вайфай работает, вайфай не работает. Будет такое, здесь вылетают, ну то есть фигня, и у него будет много лайков. Хорошо, какой у вас статус? Вы запущены, сколько у вас доулоудов, юзерс? Мы запустились в июне, в начале июня этого года. Сейчас 50 тысяч доулоудов, в принципе задачи… Сколько из них пользуются? Месячная, ну есть понятие месячная аудитория, месячная аудитория 25, то есть половина лета. 25 тысяч. Да, и тут очень важно понимать, что люди летают не каждый, не каждый день, да. Хотя некоторые из наших пользователей, это реально, там был чувак, который 90 с чем-то полетов надел с июня месяца. Ну такие бывают истории. Как вы их привлекаете эти? Откуда они нашли ваше приложение? Вообще, ну как все началось? Когда мы запустились, в июне же Gizmodo UK, очень крупный портал, нас признал Essential App of June. И это дало нам такой приток пользователей, что мы сразу ворвались в UK 20. Как вы ваш нашел в Gizmodo? Вы питчили все медиа? А мы… Есть сайты, в которые ты отправляешь информацию в своем приложении, если оно им понравилось, они пишут ревью. Это сайты так называемого второго эшелона. Когда ты появляешься на сайтах второго эшелона, сайты первого эшелона могут тебя заметить. Собственно, получается, что ты как бы окучиваешь большую площадку вот такими. И если тебе повезло и тебя заметили, ты попадаешь в Essential App of June, потом в сентябре ты попадаешь в Business Insider топ-100 лучших приложений мира, ты взлетаешь в топ-20 US и у тебя 50 тысяч даунглодов за три месяца. Подожди, а как вы смогли написать такое хорошее отражение? Что у вас за команда или какой бэкграунд? На самом деле мы в мобильной разработке уже три года. И первое наше приложение было «Squid геолокационный чат». Мы заметили, что в основном люди чатятся в аэропорте. Оттуда пошла тема сделать AppNZ. То есть AppNZ – это продолжение той темы, но мы добавили полезные функции, которые нужны человеку. А вот эти данные о расписаниях, о задержках, вы берете это из каких-то фидов, да? Есть поставщик таких данных. Например, Google пользуется тоже этим поставщиком. Это плата? Будем платьте деньги? Да, это, конечно. А какой у вас тогда бизнес-модель? Как вы зарабатываете? Мы попробовали первое – это уведомление SMS-куша обо всех изменениях рейса, но тема не сработала. Конверсия была меньше 1%, и мы не окупали себя. Поэтому вот буквально неделю назад мы запустили Travel Deals. То есть мы знаем, что ты прилетаешь в Нью-Йорк, мы тебе предлагаем зарезервировать такси или рентокар, ну то есть взять в аренду машину или отель. Соответственно, мы имеем 2% комиссию от… То есть вы делаете Lead Generation для вот этих больших пачеков? Совершенно верно, и от этого получаем 2% комиссию от его покупки. Ну, в среднем, там, рентокар в день – это 21 доллар. На неделю, если покупают, это порядка, ну там, 150 баксов, и от этого 2%. И это гораздо более масштабируемая миссия. Ну, вы еще, я так понимаю, не вышли ни на какую окупаемость, да? Пока нет. Откуда тащить деньги? Мы подняли раунд в 150к год назад, собственно, и сделали вот это хорошее приложение. А сейчас мы в переговорах с тем же инвестором, кто вошел в первый раз. И по поводу второго раунда, там все нормально, вопрос времени. Вы здесь, в Москве, да? Да, мы базируемся в Москве. Окей, и на последний вопрос я уже, ты ответил, но так не очень, но полностью. Откуда вообще взялась вот эта идея, ну вот для этого спейса что-то делать? Первое приложение, откуда? Почему это? Почему не другой какой-то рынок? Ну, на самом деле, как всегда, у тебя есть проблема, или у людей вокруг тебя, ну, у тебя есть проблема, чтобы знать, быть в курсе о том, что происходит с твоим полетом. Ну, для каждого человека, мне кажется, большой стресс. Если мы говорим об этой части, если мы говорим про геолокационный чат, это вообще была смешная ситуация. Мы делали мобильную рекламную сеть, но стратегии выхода на пользователей, чтобы собрать большой трафик, мы решили сделать B2C-шный продукт какой-нибудь. И нам настолько понравилось делать B2C-шные продукты, что мы из B2B ушли, и мы отказались от заказной разработки, и просто подняли деньги, и сами на себя теперь делаем хороший продукт. Но только на глобальный рынок. Круто, удачи вам. Спасибо. Спасибо.